итак добрый день дамы и господа сегодня я хочу рассказать вам о случае лечения нарушения сперматогенеза таких как остенная тиратозооспермия то есть снижение подвижности и качества сперматозоидов которые были ассоциированы с колониями уреоплазм в дистальном отделе уретры нарушением гормонального фона при этом использовались в отличие от стандартных методик только локальные препараты видео антисептиков и некоторые экстракты растительные растений скажем так спиртовые экстракты растений то бишь настойки этот случай тем собственно говоря интересен что позволяет сделать определенные выводы о том насколько эффективны данные методы итак пациент 1982 года рождения обратился ко мне на прием в августе 18 года жалобами но основной момент это было отсутствие детей в браке но также он отмечал эпизодически тянущий дискомфорт в левой паховой области из анамнеза стало известно что вместе с нынешней партнершей а в частности уже с супругой то есть брак у них состоялся официально заключение официально брак стоял за год до нашей с ним встречи вместе они жили уже 12 лет этот брак у него был первым детей у него не было на момент нашей встречи и нашего осмотра факты зачатия прошлом точно не знает при этом после того как у них произошла свадьба они уже перестали предохраняться то есть уже целый год они ведут половую жизнь но беременность так и не наступает что в общем то согласно современной классификации позволяет нам говорить о том что имеется случай семейного или парного бесплодия в прошлом же они предохранялись календарным методом то есть избегали попадания экулята в половые пути женщины ну в опасные скажем так дни до в середине цикла когда происходит овуляция среднее количество экуляций 1-2 раза в неделю партнерша у него одна стабильная и постоянная ранее уролога не наблюдался впервые обратился по поводу обследования в отношении своей фертильности супруга восемьдесят восьмого года рождения то бишь 30 лет родилась в омске сестер нет поэтому оцените фертильный семейный анамас не представлялось возможным наблюдается там в одной из клиник нашего города у доктора которого я достаточно хорошо знаю брак у нее первые детей нет со слов ее лечащего врача они не предохраняются шесть месяцев они год как оказал муж беременность не наступает но по узи при этом все прям замечательно и овуляция есть эндометрии хорошие желтая целом тело полноценное кровотоки в общем то тоже не изменены кровоток по сосудам более глубоко они не обследовались в принципе в анамнезе каких-то воспалительных заболеваний органов малого таза также не было теперь возвращаемся к нашему пациенту по братьям эту семейный анамнез я у него собрал как в общей анамнез но кое-какие были подробности которые наверное принципиального значения не имели но тем не менее я тоже стараюсь собирать где родился как учился и так далее тому подобное потому что она наталкивается на интересные моменты например работа на токсичных производствах либо проживание во властях близких радиационным объектам так что надо собирать все таки подобные вещи потому что иногда они могут быть единственной зацепкой который может привести какому-то конкретному выводу или причине и так из анамнеза жизни щечена растет достаточно активно венерический в прошлом болезни он отрицает гепатитами не болел свинкой тоже не болел травм не было операции были только удаление полипов носа соматические заболевания но в прошлом болел достаточно много были даже вот по типу припадков то есть эпилептоидных наверное омске в целом чувствует себя хорошо бывает иногда изжога масса тела долгое время была весьма высокой на уровне 120 и он связывает это с сидячей работой которая длилась у него с 2004 по 2009 год при этом он ел ночью были проблемы желудком курил достаточно много до трех пачек в сутки но сейчас у него уже масса несколько снизилась 102-105 килограмм из аллергического анамнеза реакции на пчелиные яд какие препараты принимает на сегодняшний день ну собственно говоря недавнем в прошлом до обращения он применял жиросжигатели аминокислоты во время занятий спортом или фитнесом курит но с его слов редко эпизодический кальян один-два-три раза в месяц в месяц до декабря 2017 курит два раза в день тот же самый кальян в течение 10 лет алкоголь примерно один раз в неделю крепкие напитки ну доза такая средняя в армии не служил по профессии ездит достаточно много на автомобиле до 200 километров в сутки два раза в месяц посещает баню высыпается кишечник работ без явных нарушений осмотр рост 180 вес 102-105 можно это сказали объем талии 112 состояние в целом удовлетворительное состояние мышечной ткани умеренное в общем такой ближе к гиперстенику на корпусе множественные рубцы связаны с перенесенной угревой сыпью то есть фармакулез детства плюс были свежие угревые высыпания последние обострения появились после поездки на курорт небольшие я заметил ворсинчато образование в акселярных областях то есть папиломы так называемые да то есть в принципе считается что это один из маркеров гормональных нарушений в частности нарушение тестостерона незначительное увеличение слюных желез то есть сиаладеноз начальной стадии гиперкератоза к моему удивлению здесь не было признаков негроидного контоза также не было то есть инсулинорезистентность либо нарушение работы щитовидной железы вроде так вот скажем можно было клинически по крайней мере тяжелой формы отмести гинекомастия не определялась ламбрикены на спине то есть гипотонии мышц спины не было наружные половые органы сформированы правильно облысение они это волосение достаточно плотно щетина на лице светлая пирамидальный выраженный тип и в целом по корпусу у него реализация была приличная весьма приличная то есть волос было много скажем так пахово ли в заслу не увеличены то бишь воспаление такого явного я не видел выделение зуретры не было пигментации складчатость машинки сохранена то есть принципе как это слово которое говорю подразумевает под собой определенный диагноз либо состояние организма потому что ну моё глубокое убеждение что именно при помощи осмотра и при помощи подробного осмотра и при помощи сбора анамнеза можно поставить практически 90 процентов диагнозов все остальные обследования анализы они имеют такой дополнительный характер но иногда имеет это важно конечно сделать но тем не менее чаще всего опытный врач может уже при первой встрече поставить диагноз высокой доли вероятности левое яичко и правое симметричны при пальпации придатка правого яичко я всегда на это смотрю когда речь идет о фертильности мужчины то есть он не увеличен было какое-то уплотнение в области хвоста в целом эластичный гладкий безболезненный семенные канатики не изменены и вены семенных канатиков тоже не увеличены предстательная железа застойная безболезненная при пальпации междолевая борода сглажена но может быть немного увеличена никаких анализов собой не принес и мы с ним решили действовать следующим образом я поставил диагноз патоспермии то есть нарушение спермы под тремя вопросами то есть я абсолютно не знал какое у нее качество экулята но анамнез семейный анамнез да то есть говорящий о том что они какое-то время живут половой жизнью никак не предохраняется при этом у них беременность не наступает а со слов лечащего врача у супруги все более-менее хорошо то есть я предположил что надо на хотя бы исключить вот это состояние простатит напомню что осмотр показал наличие простатита простатит конгестивный то бишь застойных фазе ремиссии латента или латентного течения хронический эпидемит справа помните говорил что несколько уплотнен хвост в области придатка тоже в фазе скрытого течения ожирение элементарно-конституционального генеза эсидивирующих фрукхолиз кожи хроническая стрит панкреатит энтероколита и кастроэзофагиально рефлексная болезнь по-моему он упоминал об этом либо в принципе можно так полагать был что-то подобное он описал кажется симптом что из анализов я хотел увидеть и так спермограмма ну понятно что когда мы оцениваем фертильность мужчина спермограмма это то с чего мы начинаем там тоже все есть много нюансов но тем не менее спермограмма сразу проверяем ее на наличие каких-либо бактерий то есть 7 на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам и определяем на наличие антиспермальных антител при помощи марк теста мазок из мочеиспускательного канала на внутриклеточные инфекции и вирусы определенные сразу же я послал его вместе с вот с этим мазком на мазок из уретра на микрофлору поскольку когда он сперма проходит по каналу да то есть видите это написал что нужно проверить какие вне бактерии живут ведь но ведь проходя по каналу нам уже просто ну грубо говоря нацеплять на себя бактерии то есть произойти контаминация может бактериями уретры и мы вроде как посеяли получили какой-то результат а на самом деле это бактерии не спермы а уже дистального отдела уретры и в общем то например лечить или подозревать эпидемит либо простатит бактериальные формы было бы неправильно поэтому я всегда стараюсь смотреть еще и колонии бактерий обитающих в отделе уретры ну и также направил у нас определенные гормональные тесты ну и плюс наличие инфекции будет биохимический тест итак мы встречаемся с ним уже так это 31 08 здесь 30 08 но нет конечно мы не встретились с ним позже то есть где-то он потратил около двух недель то есть я думаю что это в районе где-нибудь так 15 09 может даже меньше времени прошло дополнение к нам на звук жалобам он указал что есть такое явление как ускоренность и неизвержение которое достаточно часто длится вообще половая длится менее одной минуты причем так было всегда с самого начала половой жизни который общем-то началось 17 18 лет данные супруги были представлены вот они выведены по мазкам по крайней мере то есть мы видим что резко снижение лактобацил естественно повышение коронерелла привателла других форм бактерий ассоциированы с баквогенозом ну и как уриоплазма так и микоплазмы тоже были выявлены но к счастью абсолютных патогенов не вам со слов или чем врача с которым мы тоже связались по результатам супруги были назначены антибиотики причем его основание было следующим а именно условно патогены микоуриоплазма в настоящее время играет большую роль в невынашивании беременности и формирует биопленки во влагалище то есть вот эти вот такие защитные образования которые делают их практически нечувствительными к антибиотикам что приводит торпидному то бишь вялом затяжном утечении вагенитов по этой причине вот решил использовать системные препараты мой ответ что я все понял и тоже назначил санацию партнеру но по его просьбе а он мне попросил не использовать антибиотики попытаться применить какие-то альтернативные методики чтобы но не вызвать во-первых поражение организма а во-вторых там не ухудшить качество экулята но в этом я ему сказал сам лично да вот ведь 13 9 сдавал маски то соответственно мы с ним встретились даже наверное 15 9 где-то ближе 20 0 9 давайте-ка я сразу вот так это все и исправлю итак 13 0 9 что мы видим тоже ну то что получил от своей супруги лактобацилла горнерелла привателла уриопласт бисус гоменис правда здесь не было ну вот но в принципе такое бывает достаточно часто вич сепилиз гепатиты не обнаружены по анализам крови я бы ну то есть что обращать на себя внимание лг вроде бы средняя небольшая цифра фсг несколько повыше то все-таки организм старается стимулировать несколько усиленно стимулирует рост перматозоиды по каким-то причинам эстрадиол невысокий тоже можно много оговорок по поводу лабораторного определения сказать но сейчас не будем вдаваться в эту тему тестостерон явно низкий 10 3 на моль на литр напомню что согласно рекомендациям ввоз нижняя граница тестостерона у здорового мужчины должна быть не ниже не меньше 12 на на моль на литр соотношение тестостерона эстрадиола ну в средине скажем так пролактин не повышен щитовидная железа т4 выглядит неплохо на вот ттг ттг но идеальный вариант меньше двух тут несколько повышен как бы ну то есть субклинический все-таки при ожирении то есть достаточно часто можно рассматривать субклинив явление субклинического гипотириоза то есть скажем так на фоне опять же ожирения я читал об этом нарушается конвертация тироксина который является про гормон собственно это 4 это 3 это приводит тому что организм испытывает определенный дефицит или недостаток гормонов щитовидной железы при этом биохимические анализы в целом меня не сильно напрягли я ожидал худшего гомоцистеин может быть несколько повышен что тоже было ему сказано по спермограмме смотрите достаточно большой объем весьма приличная концентрация то есть на помощь здесь норма полтора миллилитра здесь 5 и 7 да здесь норма 15 не нижняя граница норма 15 миллионов на миллилитра здесь 121 почти в 10 раз превышающий до подвижность несколько снижена но в целом если говорить об абсолютных цифрах а именно там в общее количество эрматозоидов общее количество функционально сперматозоидов то есть этот пациент в общем-то фертиль не в общем-то а фертиль то есть он может вполне завести ребенка вот ну некоторое отклонение от нормы то есть не это его не максимум абсолютно но тем не менее и здесь вполне хватает достойных экземпляров среди сперматозоидов чтобы они могли дойти до яйцеклетки и вызвать ее оплодотворение пассив эвакулята при этом роста не выявил на бактерии и так что я поставил диагноз астена тератозоспермия то снижение подвидности и качества хронический конгестивный простатит ремиссия или латентное течение здесь надо было сдавать микроскопию секрета он как бы не был настроен на эти исследования но я не стал форсировать события хронический уретрит смешанная идеология вне обострения хронический эпидемий справа помните про плотнее придатка фазе ремиссии ожирение элементарных функций гана то бишь половых желез норма ганадотропной то есть у него уровень лг был в порядке вторичный то бишь на фоне конституциональной склонности очевидно и повышенной массы тела рецидивирующий фарукулес кожи хронический гастрит панкреатит антраколит горбсоид заключение было следующее то есть для репродуктологов я стараюсь указывать вот свои комментарии пациент на данный момент фертилин есть небольшие отклонения но назвать их однозначной причиной парного бесплодия нельзя показана терапия для устранения неспецифической микрофлоры нормализации показателей спермограммы и уровня тестостерона что я ему рекомендовал ну по каждой из этих настоек можно говорить много повторюсь это уже опробованные комбинации хотя опять же нужно понимать что нет абсолютных методов как нет абсолютно стандартной и эффективной во всех случаях комбинации лекарственных препаратов так и с фитопрепаратами тем не чай и молочай палас настойка красного корня которых порчу позже была заменена на ринвьет это сбор вот здесь вы видите член компоненты этого сбора джиншейн греб феникс цистанхи морской конек геккон но определенной части кодюки то есть достаточно интересная комбинация вот бобровая струя сарсопорель из сбор состоящий из красного корня и радиолы розовой ники получение растительного сырья сам изготавливает эти настойки четко опять же понимая как их делать как долго делать когда нужно их потенциировать обестряхивать когда не нужно какой спирт для этого используется ну и так далее и тому подобное также были рекомендованы пациенту инстилляцию уретры с определенными лекарствами мы договорились что он будет использовать барьерную контрацепцию то бишь презерватив до того момента когда мы получим контрольный анализ а к сами же эти анализы я решил что лучше сдать через полтора месяца но это согласно стандартам опять же после начала терапии с учетом того как долго он будет применять эти вещи но видите здесь нет антибиотиков да поэтому и скажем так сроки контрольных анализов могут тоже двигаться потому что фитопрепараты нужно прекрасно понимать что не обладает но столь мощным бактерицидным эффектом ну по крайней мере вот если сравнивать с адекватными большими хорошими дозами антибиотиков иначе бы конечно мы все воспалительные гнойные процессы лечили фитопрепарат и мы были бы просто счастливы но это ведь не так итак что мы договорились что он даст спермограмму посмотреть что изменилось мазок на инфекции ну и кровь на кое-какие горманы прошло время он принимал настойки в течение месяца принимал я думаю достаточно регулярно и 13 ноября вы с ним встретились что узнал я из анамнеза он по-прежнему поднимал смелок 100 вещь сарсапарель прополис рингет и менру договорились что будет пить дальше к сожалению регулярно курит конья анализ на инфекции показал следующую картину смотрите вот здесь то что было здесь то что стало ну сюда я не стал ходить то есть я пошел по лактобацилам было меньше стало больше корнерелла привателла поле парферомона специи с как бы было было меньше стало больше уриоплазма специи было меньше стало больше но микоплазма как не было так и нет абсолютно патогены не подтвердились то есть на фоне лечения него анализы по мазкам по бактериальному пейзажу скажем тогда даже ухудшились но вот как это выглядело в натуре так скажем сам по себе мазок уже не схематически но при этом выяснилось что инстилляции мы с ним обсуждали подробно как их выполнять но тем не менее он не выполнил все эти инструкции и достаточно грубо их не выполнил после поэтому мы решили что инстилляции нужно будет повторить вот теперь по анализам смотрите лг повысился причем это на фоне еще приема настоек эстрадиол понизился тестостерон повысился и соотношение тестостерона к эстрадиолу тоже повысился то есть ну в общем есть явное положение есть явная динамика скажем так преимуще на положении я это уже озвучил по спермограмме смотрите общий объем вроде как уменьшился концентрация подросла неси но подросла на при этом подросла подвижность причем примуще в графе прогрессивно подвижность перматозоидов категория соответственно мы видим рост всех остальных показателей скорость и дисподвижности спермы общее количество перматозоидов уменьшилась потому что объем упал достаточно прилично но при этом если смотреть на абсолютные цифры именно фертилизующих тогда, то есть сперматозоидов, которые способны благотворить яйцеклетку, то здесь мы видим рост. Общее количество подвижных выросло, поступательной подвижности выросло, и функциональность сперматозоида выросла. Морфология тоже явно улучшилась, жизнеспособность тоже явно улучшилась. Комментарии спермограммы я вам уже назвал. Итак, заключение. Норма зооспермием, то есть абсолютно нормальный показатель спермы, хронический конгестивный простатит в фазе ремиссии либо латентного течения, хронический уротрит вне обострения смешанной этиологии, хронический эпидемий справа, ремиссия, ожирение, гипогонотизм, ну и все, что вы здесь видите. Пациент на данный момент фертилен. Еще раз скажу, что мы договорились, что он проводит инстилляцию уретры, в принципе, с тем же набором лекарств, которые мы с ним обсуждали изначально, но при этом нужно четко и строго выполнять все инструкции, то есть как, когда, сколько, поскольку, на сколько, и после того, как он сдаст, пройдет инстилляции, он сдаст мазок на анарофлор. Рекомендовал продолжить прием настоек бобровой струи и вот менру, то есть красный корень с радиолой розовой, но также я добавил ему рейш и экстракт, настойку из коры муравьиного дерева, аударка, вот, в принципе, достаточно интересные продукты и по рейш и по муравьиному дереву информации много, в том числе в интернете. И потом я попросил его сдать спермограмму и гормоны. Позже по WhatsApp он прислал мне результаты контрольных анализов после инстилляции, то есть буквально там через там 7-10 дней. Вот и как это выглядело, то есть, в принципе, контроль взятия бактериальной массы, все в порядке, но абсолютно нет никаких бактерий, а именно лактобацилла, бернарелла, помните, и уреоплазмы у него были уже достаточно в большом титре, но все чисто, все стерильно. Итак, какие выводы можно сделать на основании этого случая? Я понимаю, что нарнаутамил немножко, но тем не менее, выводы. То есть можно все раз прокрутить, но тем не менее, первый вывод заключается в следующем. Комбинация спиртовых настоек, повторюсь, изготовленная данным человеком, из данных продуктов, и принимаемая этим пациентом, то есть нужно понимать, что, к сожалению или к счастью, есть персональные отличия. И то, что у одного человека сработает прямо очень хорошо, у другого сработает не так уж очень хорошо. Во многом это, конечно, обусловлено еще определенными особенностями, вот поэтому, ну скажем так, все нужно поучитывать. Итак, настойка из прополиса, молоча, ренвьет, попровы струи, сорсопарели и смесь вот этих настоек обладает, а именно, положительным гонотропным эффектом, напомню, он бы повысился. Увеличивает уровень общей тестороны, ну это следовательно. Снижает активность ароматаза, что весьма интересно, соответственно эффективность тестороны повышается, увеличивает концентрацию, подвижность и морфологические характеристики экулята. Ну, с этим не поспоришь. То есть он это пил, он это сдал, вот и получили такие результаты. Но при этом данная комбинация не обладает бактерицидным действием на уреоплазму. Но хотя при этом, опять же, хотя был рост бактерий, но характеристики экулята улучшились. То есть, несмотря на то, что бактерии усилились, на фоне приема вот этих настоек, качество экулята все равно улучшилось. Так что я могу предположить, что без этих бактерий, без уреоплазма, возможно, что улучшение по экуляту было бы даже более значительным. При этом нужно четко запомнить. Нужно четко понимать, что, кстати, почему-то у меня это не написано, что пил-то настойки всего лишь месяц. Он принимал их всего лишь месяц, а кто занимается репродукцией, понимает, что месяц это очень мало. Вот в рамках роста сперматозоидов минимум 3 месяца они растут, пока еще раскачаются они. То есть, в общем-то, можно предполагать, что принимая дальше настойки, он улучшил качество экулята в большей степени. И второй вывод, то есть это то, что по настойкам получается. Да, есть плюсы, но есть определенные минусы. А второй вывод такой, что правильно подобранный и выполненный курс инстилляции уретры антисептиками позволяет выполнить полноценную санацию ее гистального отдела. Я не призываю к тому, чтобы лечить все уртриты или контаминации бактериальной, боевирусной инфекции. Только местными процедурами нет, конечно же. Но иногда, особенно в репродукции, когда крайне нежелательно использовать системные антибиотики, да я в принципе считаю, что системные антибиотики крайне нежелательно использовать. Так вот, локальное применение будет хорошим методом выбора. Но здесь нужно все четко обговорить. Как делать, что делать и сколько. Ну, я надеюсь, что вам была полезная информация. То есть, я считаю, что такое, ну, я, по крайней мере, такой информации не встречал со столь подробным изложением по именно фитотерапии и инстилляциям. Я буду стараться выкладывать интересные результаты, как и по классическим случаям, то есть, с использованием антибиотиков, это тоже достаточно интересно, с использованием тех БАДов, да, или лекарств, которые используются в репродукции современной. Так вот, с использованием некоторых нестандартных подходов, которые тоже имеют право быть. Причем, конечно, интересны как положительные результаты, так и отрицательные, либо там недостаточно эффективные. Это тоже очень важная информация. Всего хорошего, будьте здоровы и до свидания. До свидания.